еще раз всем привет ребят состоялась у нас экспертиза 4 июля 2019 года в 10 часов приехали мы в 10 часов приехали мы по адресу город Воронеж улица Володарского, дом 39 предварительно мы, я и виновник ДТП написали два ходатайства два ходатайства Мещерякову и он назначил нам экспертизу при этом не дал не дал повесток не дал никаких документов и почему-то никто не знал что будет экспертиза мы приехали с виновником ДТП по адресу город Воронеж Володарского дом 39 подошли позвонили автоэкспертам и нам и они спросили а что вы приехали собственно ну мы точнее я сказал что приехали по повестке покажите повестку повестки у нас не было мы ничего делать не будем ну позовите тогда ответственного кому написать жалобу и посмотрите в канцелярии я сказал может быть есть документы входящие сходящие может быть не канцелярия не принесла на что нам ответили на на что нам ответили Начали долго искать. Искать, искали. Не знаю, нашли, не нашли. Вышел дежурный, дал ручку, листок. Ну, пишите жалобу. Написали жалобу. Выходит начальник автоэкспертов. Тоже такой вопрос, что вы приехали, документов нету, мы ничего не знаем. Это первое. Второе. Автоэксперт по центральному району, как он сказал, уехал в Павловск. И будет только в 3 часа дня, так что давайте на завтра. Как можно на завтра, если мы приехали в 10 часов и как бы есть рабочие дни. На что он ответил нам? Ну, некому провести экспертизу. Давайте либо на среднемосковскую, там у нас есть эксперт, либо в 3 часа дня, либо на завтра на 10 утра. Мы отказались. Я написал жалобу. Он, подождите. Я ему сказал, что посмотрите, все-таки в канцелярии наши документы. Если документы Мещеряков не пересылал, тогда к вам вопросов не будет. Вопросы будут к Мещерякову. Мещеряков документы все-таки выслал. Ну, со слов, опять же, может быть, и не выслал, хотя сказал входящие и сходящие. Сказали, ожидайте полчаса. Вышел эксперт, сделал экспертизу. Эксперт был, на мой взгляд, заинтересованное лицо, потому что, как я уже ранее говорил в предыдущем видео, что жена виновника работает в администрации в Единой России. И вся экспертиза делается бесплатно. Ну, и она будет сделана в пользу виновника ДТП. Вот это вот прислали 5-го числа определение о продлении. все-таки возбудили, все-таки признали, что это ДТП, виновных наказали. И все-таки вот установил, что... Вот, подсчитаюсь, поставлюсь на паузу. Вот такое вот определение. Продлить срок до 30-го июля 2019-го года. Вот, то есть, когда будет готова экспертиза. А там уже я сниму видео, скажу, что будет по факту. Ну, экспертиза будет сделана в пользу Мещерякова. Так вот, все. Всем спасибо, всем пока.